13 января под Ухтой столкнулись с легковушкой грузовик. По предварительным данным, «Шевроле Круз» под управлением известного в городе певца Григория Амасова занесло и выбросило прямо на встречный КамАЗ. Молодого человека экстренно госпитализировали, однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Он скончался, не приходя в сознание. Серьезно пострадал и его пассажир. Со слов пассажира автомашины «Шевроле», на втором километре автодороги подъезд к поселку Ярига, автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу движения под движущийся КамАЗ. Удар пришелся в левую часть иномарки. Пассажир не был пристегнут, и несмотря на сработавшие подушки безопасности, у него диагностировали перелом трех ребер слева, перелом малой берцовой кости справа. Полиция устанавливает причины еще одной аварии, которая произошла 17 января на трассе Сытовкар-Троицко-Печорск. В результате столкновения двух внедорожников серьезно пострадали оба водителя. Пассажирка «Фольксвагена» от полученных травм скончалась. Водитель «Фольксвагена» при маневре поворота налево не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Икстрейл», который двигался во встречном направлении со стороны села Карткирос. В результате ДТП пассажирка автомобиля «Фольксваген Тигуан», женщина, 47-го года рождения, от полученных травм скончалась в Карткиросской больнице. Оба водителя транспортных средств получили травмы различной степени тяжести. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Если вина водителя подтвердится за грубое нарушение правил, которое привело к гибели человека, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы. Спустя всего три дня в 30 километрах в том же районе произошло еще одно ДТП, унесшее жизнь 28-летнего водителя иномарки, который предположительно выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с «Ладой». В аварии пострадали водитель и три пассажира автомашины «Лады Веста». С различными травмами их госпитализировали в лечебные учреждения. Установлено, что в момент столкновения все они использовали ремни безопасности. Это обстоятельство, скорее всего, и спасло им жизни. Водителя «Мазды» в тяжелом состоянии госпитализировали в Карткировскую райбольницу. Однако спасти жизнь молодому человеку врачам не удалось. Он скончался прямо на операционном столе. Оказалось, предполагаемый виновник аварии не пристегнулся ремнем безопасности. За последний год его 14 раз привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 9 из них за превышение скорости.